Приветствую вас, и ответ будет на ваш вопрос, как правильно вести себя с братом. Я постараюсь ответить на него как можно более конкретно, чтобы вы нашли для себя что-то, дабы избежать каких-то двусмысленностей в данном вопросе и ненужных вам слов. Значит, ваш брат откровенно пытается вами манипулировать и откровенно хочет вас использовать для вероятности своих целей. Как правило, если люди стремятся устроить других активно на работу, при этом не работая самостоятельно, это означает, что они не удовлетворены своим собственным состоянием, своей собственной жизнью и стремятся за счет других реализовать свои вот эти вот не исполненные желания. Таким образом, ваш брат осознанно или не осознанно подталкивает вас к тому, что он не сделал сам. И здесь на самом-то деле не очень важно, как он это делает, понимает ли он то, что делает или нет. Возможно, он и правда верит искренне в то, что говорит, то есть верит точно, как вы. Каждый офисный сотрудник зарабатывает не менее семидесяти тысяч рублей. Видится то, что можно реально попроситься у охраны внутрь здания и ходить там, спрашивать про работу. Но реально, если вы так сделаете, вас, скорее всего, выгонят, а то еще и в полицию заберут. И вы, наверное, очень хорошо это понимаете. Также вы, наверное, хорошо понимаете, что ваш брат, он не совсем адекватно воспринимает ту ситуацию, о которой он говорит. И, кроме того, довольно сильно на вас влияет и давит. И вы знаете, в этой ситуации, если вы не можете жить от него отдельно, если вы вынуждены делиться с ним жилплощадь, в этой ситуации самым лучшим решением для вас будет решить безразличие. То есть один раз скажите ему, что ваша работа – это ваша жизнь, это ваши проблемы, и вы решите ее сами, так, как считаете с нульным и не более того. После чего все фразы относительно своей работы от брата вы просто-напросто игнорируете. Дело в том, что безразличие – это лучшее средство показать человеку, что вам все равно на то, что он говорит. И рано или поздно, постоянно сталкиваясь с безразличием, человек просто-напросто перестанет делать то, что не вызывает никакой реакции. Так как на это указывает главный закон научения. Человек придерживается такого поведения, если у него, то у этого поведения есть смысл и есть какой-то результат, какая-то реакция. Если ничего этого нет, то человек рано или поздно такого поведения придерживаться перестанет. И именно поэтому для вас и справедливо такое решение данной проблемы. Безразличие. Дело в том, что ваш брат любые слова, любые оправдания, любые аргументы в вашу защиту воспринимает как подсознательную реакцию на его правоту. Он считает, что вы где-то в глубине души думаете, что он брат, но не хотите этого делать. То вы не желаете этого делать. И продолжает на вас давить. Если же вы будете реагировать безразлично, то есть абсолютно никак не показывать брату, то вас задевают его слова или как-то волнует, он поймет, что вы действительно не рассматриваете его как достойного советника относительно вашей жизни. и со временем постепенно это понимание придет. При этом важно понимать, что игнорить его вообще, игнорировать его во всех сферах не стоит. Важно делать это только в тех областях, которые вы считаете, он ведет себя неадекватно, неправильно и во всех остальных вести себя нормально, доброжелательно и позитивно. Тогда он автоматически будет больше внимания уделять тому, где вы реагируете, чем там, где вы проявляете просто безразличие. Ну и в зависимости от того, какая мотивационная основывающая сторона у вашего брата на такое поведение, можно делать вывод о том, почему он так поступает. И возможно, его стоит пожалеть. Возможно, он, не имея возможности реализоваться самостоятельно, пытается сделать это за счет вас. В таком случае это означает, что человек разочаровался в себе, разочаровался в своих возможностях и вы для него последние надежды. Если это действительно так, то человека нужно посмотреть на него сверху вниз, понять, что это такой ребенок, который хочет ощущать свою собственную значимость и перестать воспринимать его как равного себе. Это поможет вам решить проблему внутреннего раздражителя в лице вашего брата и поможет вам более спокойно реагировать на его слова. Если же ваш брат преследует какую-то другую цель, например, эгоистичную цель на вас нажиться, то тут нужно понимать, что эгоисты – люди, которые ценят только себя и защищают свои интересы. И ваш брат все, что он говорит, это он делает для того, чтобы ему было лучше это понимать и отдавать себе отчет, что он скажет что угодно, лишь бы вы сделали так, как хочет он. Соответственно, на это реагировать нужно также спокойно и безразлично, потому что если вы будете проявлять эмоции, братам это будет понимать как ваша слабость, и он будет продолжать на вас давить все сильнее и сильнее. То есть, как вы понимаете, двигаться нужно в двух направлениях. Первое – это выработки безразличия по отношению к брату в проблемных сферах. И второе – понимание мотивов его поведения, что облегчит вам внутреннюю гармонию с самой собой для четкого осознавания причин того, почему брат ведет себя с вами именно так, а не иначе. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам удачи и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...